Югорчане активно участвуют в сборе помощи для жителей новых регионов России и бойцов из Хантамантийского округа. В зону СВО отправляют те продукты, медикаменты и обмундирования, в которых люди действительно нуждаются. О потребностях солдаты сообщают во время личного общения с волонтерами или представителями власти. Как работает тыл для победы, расскажет Тимур Чешков. Грузовики, внедорожники и даже бронированную разведывательно-дозорную технику отправляют в зону СВО неравнодушные вортовчане. Кто-то помогал деньгами, кто-то ремонтировал автомобили для наших бойцов. Братья, низкий вам поклон, благодарим. Мы практически уверены, что поможет спасти многие жизни, обеспечит экстренную эвакуацию из поля боя. Признательны вам крайне. Огромное спасибо за то, что предоставили. Те, кто помог, предоставили технику. Те, кто отремонтировал, спасибо огромное. Она поможет. В нашей победе победа будет ценой. А это не в Тюганск. Волонтеры проекта «Тепло для солдата-Зет» плетут маскировочные сети для наших бойцов. Заказы принимают почти на любой размер. Маскировка в условиях постоянной разведки противника беспилотниками сегодня играет ключевую роль в сохранении техники и жизни солдат. Бойцы их используют для укрытия техники, блиндажей, каких-то, допустим, построек, чтобы слить с местностью. Мы плетем из того, что у нас есть. Вот сейчас у нас есть вот такая цветовая гамма. Мы плетем такой. Когда мы туда отправляем, допустим, да, там ребята сами уже где-то ветки, где-то там пылью, грязью, где-то еще чем-то. То есть в умелых руках это очень хорошее подспорье для того, чтобы спрятать то, что надо. А эти 800 коробок добра и столько же посылок солдату отправляются из Сургута в зону проведения СВО. Наши бойцы получат и адресную помощь от родных. Кроме того, в этой партии груза несколько медицинских наборов. В рюкзаках есть все необходимое, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Комплекты передадут в госпитале и добровольцам. Там находятся наши земляки, которые ушли из Сургутского района. Безусловно, мы хотим их поддержать. И для того, чтобы их поддержать хоть в какой-то форме, мы отправляем добровольческую гуманитарную помощь. Всю работу по сбору и отправке помощи координирует гуманитарный добровольческий корпус при поддержке правительства. С начала специальной военной операции от жителей автономного округа собрана и отправлено почти 2500 тонн груза. Только в этом году добровольцы доставили до адресатов 600 тонн. Почти половина передана военнослужащим. У людей, по-моему, уже с 2022 года собирали месяц, а это пошло в привычку, в такую, кажется, обязанность. Некоторые люди непосредственно выделяют 5000 со своего дохода и регулярно приносят продуктовые наборы, гуманитарные принадлежности. Гуманитарный добровольческий корпус не только собирает грузы на территорию округа, но и плотно работает с самими получателями. Волонтеры из разных уголков России находятся на территории СВО, сменяя друг друга каждые две недели. Они обеспечивают мирное население горячим питанием, раздают гуманитарную и оказывают медицинскую помощь, помогают с эвакуацией жителей. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой. Это вам коробочки от ваших родственников. Пусть частичка вашего дома будет всегда рядом с вами. И возвращайтесь скорее домой. Большое спасибо. Стоит отметить, что эта масштабная работа ведется по поручению главы региона Натальи Комаровой. Губернатор регулярно выезжает на Донбасс и лично общается с его жителями и военнослужащими. Чтобы знать об их потребностях, это помогает прочувствовать настроение бойцов, оценить, все ли им хватает для несения службы. Не могу я быть в этой ситуации равнодушной или пренебречь такой полезностью своего участия в жизни этих людей. Наших земляков, людей, которые выполняют свой долг. Участвуют в гуманитарной миссии уже не только россияне. Есть в рядах волонтеров два иностранца – граждане Японии и Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова